Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин по традиции. Приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы, пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о счетчиках, о поверках счетчиков, о фирм, которые это делают, ну и так далее. Сегодня у нас в студии Дмитриенко Евгений Александрович, главный метролог компании Регионального агентства метрологии. Здравствуйте! Давайте сразу посмотрим сюжет, у нас есть, и перейдем к обсуждению. Платить за то, что использовал фактически, это не только логично, но и выгодно. При этом приборы учета ресурсов должны быть технически исправны. Если платежи возросли, а объем потребления остался тем же, лучше сделать поверку счетчика. Приехал специалист, и действительно выяснилось, что один счетчик работает исправленно, а второй насчитывает больше, чем нужно. Счетчик придется заменить, но теперь зато мы знаем, что он работал неправильно, и очень хорошо, что специалист вовремя это заметил. Поверка счетчика в плановое мероприятие. Сроки ее проведения должны быть указаны в квитанции. Если все-таки пропустили, достаточно одного звонка. Современные службы метрологии работают оперативно. Сама процедура несложная, несколько минут, и аппаратура покажет, насколько точен ваш прибор. Специалист в ближайшее время пришел, сделал поверку счетчиков, все написал, не надо никуда не обращаться, ничего, он сам-то все сделает. Услуги по поверке счетчиков предлагают десятки фирм, но далеко не у всех есть лицензия на этот вид деятельности. Приглашая специалиста, вы должны быть уверены, что ресурсоснабжающая организация примет его акт. Реестр надежных компаний можно найти на сайте Росаккредитации. Всяких ловких товарищей хватает, поэтому я уже была на чеку. Вы куда обратились? Я обратилась, спросила у нашей старшей по дому. Она мне вот дала телефон, ора. Ну они пришли, я позвонила, конечно, все это так оперативненько сделали, без всяких заморочек, быстренько, все, все, пришла квитанция, все как положено. Я, в общем-то, довольна. Поверка счетчика, как техосмотр автомобиля, процедура необходимая. Она гарантирует правильность начислений. И если все жители дома отнесутся к этому вопросу ответственно, то и сумма за ОДН будет выглядеть адекватно. Я сразу хотел спросить, а что такое процедура поверки? Что это вообще подразумевает, что делается в этот момент? Поверка – это очень, достаточно простая, на первый взгляд, процедура. Процедура – это процедура проверки технического состояния прибора учета воды. И немаловажно, что утвержденным законным методом. То есть, поверка, простыми словами, это проверка на исправность вашего прибора. Вам может казаться, что он работает замечательно, отлично, но на самом деле его погрешность превышает допустимый предел, и вы, скорее всего, переплачиваете за воду. Вот так? Вот так бывает, да. Мало кто об этом задумывается на самом деле. А также нужно упомянуть, что поверку производят специальные организации, которые аккредитованы на данный вид деятельности. Но об этом мы еще поговорим. Да, конечно. Вот для чего нужна поверка счетчиков предметного? Для чего? Поверка счетчиков нужна для того, чтобы убедиться, что счетчик ваш не врет, что его погрешность находится в определенном допуске, как правило, до 5%. И если счетчик ваш поверен, то только тогда его показания можно принимать к расчетам. То есть, ресурсоснабжающая организация имеет право принимать к расчету ваши показания, только если счетчик своевременно поверен и в настоящий момент является годным к эксплуатации. А вот что делать после поверки? После поверки, после того, как произвели процедуру поверки, необходимо документ, который подтверждает прохождение поверки, предоставить поставщику вашего ресурса. То есть, ресурсоснабжающую организацию? Да, ресурсоснабжающую организацию. Вот поставщик холодной воды, это получается вы? Или нет? Он складоканал, да? Да, поставщик холодной воды, Омск, Водоканал. Но вы сами ему передаете? Да, сведения о поверке холодных водосчетчиков мы передаем самостоятельно. То есть, никуда ходить гражданам не нужно, очень удобно. Если счетчик не прошел проверку, поверку вот эту самую, что делать, собственно говоря? К сожалению, да, такое происходит периодически, не все счетчики годны. Все вокруг ломается, любой прибор, счетчик в том числе. В данном случае необходимо будет поменять непрошедший поверку счетчик на новый. Процедура не совсем приятная, не всегда возможно это сделать безболезненно. Но, к сожалению, такое иногда происходит, но не так уж и часто. То есть, я думаю, где-то 8 из 10 приборов проходит поверку. Ну, то есть, под замену около 2, то есть, не такое большое количество, это не так страшно. Но потребители бывают не совсем рады такому исходу. Но зато они наверняка теперь знают, что счетчик у них, например, пересчитывал. То есть, они уже теперь сознательно представляют, что, возможно, переплачивали. Возможно, и нет. Тут как повезет. 50 на 50, как говорится. А если вот прибор не прошел поверку? Если прибор не прошел поверку, то никакие деньги с клиентов не берутся. Ну, у нас так, рынок... То есть, ваша организация не берет денег, если поверку? Да, мы не берем никаких средств, если счетчик не проходит. Рекомендуем к замене. Ну, если слишком интересует потребителя, то можем подсказать, в принципе, организации, которые зарекомендовали себя вот в этих услугах. Теперь давайте более широко поговорим. Законодательное регулирование. Кто имеет право? Как поверки эти осуществлять? И, собственно говоря, будет у меня еще один вопрос специальный на этот счет. Конечно. Поверку средств измерений, в том числе и счетчиков воды, имеют право осуществлять только аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Аккредитацию осуществляет Федеральная служба по аккредитации. Это очень крупное государственное учреждение. Да, очень серьезное. Было создано в 2012 году, если я не ошибаюсь. И было призвано одной из целей данной организации было установить порядок в поверке, в том числе. Потому что... Ну, если своими словами. Своими словами. До этого область поверки курировала другое федеральное агентство. Оно немножечко не справлялось. Организовали Федеральную службу по аккредитации. И с этого момента все стало очень понятно, прозрачно. И до 2013 года, до того, как появилась наша организация, поверять водосчетчики на дому юридическим лицам нельзя было. То есть одной из целей юрис-аккредитации было немножко гармонизировать всю систему. То есть делегировать полномочия государственные некоторые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Собственно, для этого существует специальная процедура по аккредитации. Очень трудоемкая, очень долгая. Порядка года, полутора лет может потребоваться, чтобы получить аккредитацию. И ежегодные проверки, контроль инспекционный. Очень такая процедура ответственная. По-другому я ее не могу назвать. Наша организация с 2013 года занимается деятельностью поверочной. Имеет аттестат аккредитации. А также обязательное приложение – это область аккредитации. В данном документе указывается список тех приборов, которые имеют право поверять организации. Нельзя получить аттестат, например, на поверку весов. И при этом ходить по квартирам, грубо говоря, поверять счетчики воды. То есть так делать тоже нельзя. Некоторые пытаются так делать, но несут серьезное наказание. Также Росаккредитация лишает постоянно много организаций. Вот сейчас мы подробно поговорим, буквально. У нас сейчас блок рекламы, а после этого мы подробно поговорим о том, кого решают аккредитации, и вообще о фирмах, которые, собственно говоря, занимаются больше, как я понимаю, НЛП, нейролингвистическим этим программированием своих клиентов, нежели поверкой счетчиков. Блок рекламы. Что будет, если не ставить счетчики вообще, или просто не следить за исправностью установленных счетчиков? Ну, ответ на этот вопрос очень легкий. Если не оснащать свое помещение приборами учета, либо не следить за их исправностью, то есть не делать своевременно поверку, не менять их в случае непрохождения, то это обернется просто огромнейшими нынче платами за потребленный ресурс, возможно, который вы даже и не потребите на самом деле. Просто у нас так законодательно устроено, что нормативы сразу начинают применяться. И другая сторона — это недовольство наших с вами соседей, потому что стоит подумать о том, что если у вас в квартире нет прибора учета, то на таком доме велика вероятность, что будут возникать УДНы пресловутые. Все происходит из-за того, что счетчик воды, который либо просрочил, просрочили на нем поверку, либо его вообще нет. К таким квартирам, естественно, применяется нормативный учет потребленного ресурса, что идет в разрез с общедомовым прибором учета, потому что дом рассчитывается, как правило, с поставщиком ресурсов по общедомовому счетчику. Все те разбалансы, которые есть по дому, в основном, опять же повторюсь, из-за тех жителей, кто не хотят следить за прибором учета или не ставить, то возникают УДНы, и эти УДНы, естественно, по нашим любимым соседям распределяются. И они, мягко говоря, не всегда от этого счастливы. То есть все очень просто. Еще немаловажный момент – это не только иметь счетчик своевременно поверенной, но еще и сведения, показания приборов своевременно тоже передавать. Это также влияет. Куда? В ресурсоснабжающую организацию, либо управляющую компанию. Это немножечко по-разному везде устроено. Вот лично в моем доме, где я проживаю, у нас управляющая компания занимается сбором, всех заставляет с 16 по 19 число, в приказном порядке сдать все показания. Сдаем, и УДНы у нас очень низкие, потому что, помыв подъездов, у нас занимает не так уж и много, подъезд небольшой. То есть в целом следим за этим делом, поэтому проблем не испытываем. Ну, такой вопрос, можно сказать, редкий, но часто задаваемый. Почему поверка платная? Очень хороший вопрос. Периодически к нам звонят граждане и интересуются. Кто-то негодует, кто-то просто хочет знать, почему же поверка все-таки платная. Но ответ кроется в 354-м постановлении об управлении многоквартирными домами. Есть пункты основные, связанные с приборами учета. Там в 80-м и 81-м пунктах очень четко написано, что жилое либо нежилое помещение собственник должен в обязательном порядке оснащать приборами учета, следить за их надлежащей технической эксплуатацией и своевременно их поверять. А раз обязательство возлагается на собственника, то понятно становится, что за счет собственных средств должен данные процедуры выполнять. Как мы выше оговорили, если этого не делать, то грозят нормативные ставки. Сейчас еще коэффициенты повышающие внедряют в последние годы активные поставщики ресурсов. То есть всячески применяют дисциплинарные методы к жильцам и к собственникам нежилых помещений в том числе. То есть все равны в данном случае. И еще немаловажный момент, что к использованию допускаются только те приборы учета, которые утверждены законодательно и внесены в специальный государственный реестр средств измерений. Просто бывают случаи, когда жилец устанавливает себе прибор учета, приобретенный за очень небольшую стоимость, непонятно где. Приходит опломбировщик с ресурсоснабжающей организации, начинает проверять документы на приборы учета, чтобы ввести в эксплуатацию. И выясняется, что данный прибор, он не внесен в реестр. И теперь жильцу необходимо понести снова расходы, приобрести дополнительный прибор, уже обращая внимание, что в документации должна быть отметка о том, что он внесен, и специальный государственный номер указан. Ну, давайте теперь поговорим о большом вопросе. Много вошенников в области поверки. Вот эти самые люди, которые постоянно звонят, стальным голосом, значит, бабушкам нашим бедным, откуда они берут эту всю телефонную базу, не знаю, но стальным голосом объявляют, что надо бежать скорее, делать поверку и так далее, а сами зачастую не имеют соответствующих документов. Вот много ли вы встречаете, что делаете? Очень, очень наболевший вопрос. Буквально последний год-полтора очень стала актуальна эта тема. К нам буквально в некоторые дни в нашу диспетчерскую службу до 10 звонков поступало о том, что звонят настойчиво неустановленные лица, просто требуют в приказном порядке. Срочно вам нужно произвести поверку, давайте мы к вам придем завтра, открывайте нам двери. В общем, запугивают. В основном звонят пожилым жителям города Омска и пытаются давить. Кого-то пытаются, кому-то нажалость надавить, кому-то более жесткие методы применяют, начинают угрожать. Случаи были, что и в полицию граждане обращались, и с нами потом делились информацией о дальнейшем привлечении деятелей, назовем их так. Очень активно сейчас такие организации в кавычках действуют в городе Омске. Я повторюсь, буквально полтора года назад такой проблемы не было. Не было. Сейчас они активно. Фирмы эти в основном иногородние. Да не в основном, они все иногородние. Они иногородние. Они все иногородние. У них даже выговор не наш. Буква А тянут. Да. Все абсолютно верно, Владимир, заметили. Зачастую акцент... Как следователи, вы знаете. Вот. Поэтому они и города не знают, как правило. Они и города не знают, да. Вместо Тюкалинской. Тюкалинская улица, ну и такое прочее. Даже нашему сотруднику одному однажды такая организация позвонила. Правда, на сотовый номер телефона, что тоже вообще не лезет ни в какие рамки, очень настойчиво предлагали прийти, все сделать. И на простой очень вопрос человек, который с этим знаком, спросил, а вы, вы, наверное, государственная, да, организация, раз у вас номер телефона мой есть и такое прочее. И на той стороне телефонной трубки вообще абсолютно не задумываясь ответили, да, конечно. Государственная. Да, 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 да. То есть вот в таком плане людей обманывают. Куда идти, жаловаться на них? Жаловаться на них в прокуратуру. Также можно жаловаться в Росаккредитацию, если к вам уже пришли, какие-то документы показали. А вот какие документы должны показать? Вот прежде всего. Аттестат аккредитации в первую очередь должны предъявить с областью аккредитации. Это приложение обязательное. В области аккредитации в любом случае должна быть графа о том, что данная организация имеет право поверять счетчики воды либо расходомеры жидкости. В общем, что-либо связанное с измерением объема жидкости. Это очень важно. Также зачастую предлагают подписать договор с непонятными пунктами. А есть вот такое, когда аккредитацию предъявляют, но у них там, собственно говоря, не то, что там вводные какие-то элементы и так далее, а не имеющие вообще отношения? Да. Бывают и такие случаи. Например, одной гражданке предъявили аттестат аккредитации. Вероятнее всего, просто распечатанный из чего-либо сайта. Также для солидности господа приложили область аккредитации, но они просто ввиду своей неосведомленности вообще в этой области деятельности не посмотрели, что организацию, которой они курали данный аттестат, она имеет право поверять только весы, которые установлены на рынках. Даже до такого доходит, к сожалению, но руссаккредитация, в которую также можно жаловаться, она в последнее время пытается и борется, но это все зависит от граждан по большей части. А каким образом? Ну, нужно проявлять осведомленность в любом случае, не пускать кого попало, если вы уже запустили специалистов, ну, посмотреть, попросить сыновей, внуков, кого-то из соседей, кто с интернетом знаком. Есть все открытые реестры всех организаций, можно зайти посмотреть, имеет ли право данная организация, потому что могут показать аттестат аккредитации, который действовал буквально до вчера, а сегодня он отозван, был аннулирован. Такие случаи тоже происходят. Еще очень частый случай, я обязательно должен о нем сказать, относительно вот этих организаций сомнительных, навязываются к жителям, то есть не у всех характер позволяет, да, отказать. Говорят, ну ладно, приходите, действительно хотим сделать. Специалист приходит, либо это не специалист, мы не знаем, пытается как можно быстрее получить доступ к приборам учета, и самое печальное, что он делает, он быстренько срывает все пломбы, начинает менять счетчики, и через 10-15 минут ставят перед фактом жителей. Пожалуйста, заплатите сумму, порой превышающую, в 5, 7, 8 раз стоимость поверки, те же 700 рублей. И человек перед фактом уже поставлен, ему уже все это поменяли, возможно, даже раскурочили что-либо, такое тоже происходит. И, ну, это мошенничество на самом деле, когда ты хочешь получить одну услугу, а тебе силком навязывают совершенно другие услуги, за другие стоимости. То есть замена это намного дороже, и физическое вмешательство в коммуникации, оно не всегда полезно. Ну, это понятно. А вот на счетчиках сейчас холодной воды, да, по-моему, стоит эта лента, как она называется-то? Вы, наверное, про антимагнитные пломбы говорите. Да, антимагнитные, да. Вот вы как работаете с этим всем, как меняете, как все делаете? Ну, насколько я знаю, антимагнитные пломбы буквально в наш обиход вошли очень недавно, то, что связано с приборами учета воды. По электроэнергии, это все давно уже видели, слышали и сталкивались. По воде, я так понимаю, с 2018 года активно ресурсоснабжающие организации взялись за этот вид пломб взялись. Будут оснащать приборы учета воды при периодических осмотрах и, возможно, в будущем те организации, которые осуществляют поверку, тоже будут способствовать ресурсоснабжающим организациям в наклеивании данных пломб. Данные пломбы никак не мешают к процессу проведения поверки на месте без снятия. То есть, счетчик по-прежнему не снимается. Пломбы, которые при помощи проволоки наматываются, также они не трогаются. И антимагнитные пломбы также нашим оборудованием никаким образом действий никаких не подразумевается выполнять. Поэтому за их целостность можно не переживать, заказывая поверку себе на дому. Вот вы, когда поверки проводите, вы какие документы после себя оставляете? Я почему так подробно спрашиваю. Вот жителям бы хотелось даже, может, не знаю, как-то телефон указать или еще что-то. Куда можно обращаться в случае, если непонятная какая-то организация пришла? Ну, понятно, милиция, участковая, все это, но они же не могут сразу выяснить, кто это. Может, к вам бы позвонили? Да, конечно. В нашу диспетчерскую службу 309-009 можно звонить, обращаться. 309-009. Да, можно звонить, обращаться. Граждане очень часто к нам по данным вопросам обращаются, мы им не отказываем в помощи, потому что мы на самом деле были первыми, кто данной деятельностью занялся. 309-009. Да, 309-009. И люди могут позвонить туда и узнать, собственно говоря, какая организация к ним пришла. Ну, это не то, что вы там какие-то надсмотрщики или еще как-то. Да нет, конечно. Просто информативная такая информация может быть. Да, к нам часто обращаются, и мы никому не даем отворот-поворот, как говорится, потому что наша репутация это прежде всего город у нас хоть и большой, но плохие слухи очень быстро распространяются. Тем более, сейчас, когда вопрос мошенников стал очень актуален, наши клиенты, которым еще даже не нужно проводить поверку, которые у нас ее осуществляли год, два, три, четыре назад, звонят и спрашивают, вот что нам делать, вот как нам поступить в такой ситуации, куда обращаться, можно ли к вам, мы говорим, конечно, можно. Спрашивают условия, очень хорошо в основном мы идем на контакт с нашими клиентами и, возможно, с будущими, потому что любой гражданин, который обратится по какому-то смежному вопросу, наверное, если ему дадут правильный ответ, наверно, он потом обратится за какими-либо услугами нашими, мы будем полезны всем, обратятся к нам. Ну и что вы можете сказать тем, кто, в общем-то, говорит, а, да все они мошенники и пытается сам все делать, не отсчетчики, поверки там сами некоторые устраивают, самостоятельно, самостоятельно, поверку-то осуществить нельзя, как было сказано выше, нужно иметь целый пакет внушительных документов и знаний, и опыта. А вот счетчик, когда сами ставят? Когда сами ставят. Какие случаи у вас бывают? Случаи бывают у нас вот всеразличные за пятилетний опыт, например, вызвали специалиста поменять счетчик, не прошел поверку, он, к сожалению, такое тоже иногда происходит, вызвали на замену, пришел специалист из другой организации, кто занимается им на замену, стал буквально просто перекрывать отсекающий кран и труба лопнула и кипятком залила три этажа. То есть вот такая вот не совсем квалифицированная ситуация, скорее всего, да, вызванная тем, что специалист был не квалифицирован. То есть стоит присматривать за теми, кого вы пускаете в свою квартиру. Присматривать, да? Хорошо сказано присматривать. Я думаю, пристально смотреть и для себя делать выводы, потому что это ваша собственность, ваша. Никто другой за вас, ну, в общем-то, этого не сделает. Не стоит торопиться с поверками, ну, тем более, что есть группы мошенников, которые нацелены на это. Но, тем не менее, когда вы решили провести поверку, поверку, а могу я сам, кстати, позвонить, вот и поверку эту узнать, нужна она мне, нет. Могу ли я позвонить и узнать, как вы подошли? Вы данную информацию самое простое можете получить из вашей квитанции за холодную воду. Там поставщик холодной воды очень подробно у нас расписывает по всем счетчикам, установленным в вашей квартире, межповерочные интервалы. То есть, тот срок, когда вам необходимо предоставить счетчик, будет на поверку. Для счетчиков холодной воды это, как правило, раз в 6 лет. Для счетчиков горячей воды раз в 4-5 лет в зависимости от производителя. Если же вы потеряли квитанцию либо не понимаете, где это смотреть, то можно обратиться либо в свою управляющую компанию, потому что зачастую они также имеют сведения о поверке ваших приборов учета, либо поставщику ресурса позвонить на горячую линию и попытаться по номеру лицового счета вашему или по номеру квартиры по вашему адресу уточнить, когда же у вас подходит срок поверки. Поставщик ресурсов это Омск Водоканал, например, если по холодной воде. Да, либо Омск РТС, если это горячая вода. Если горячая, Омск РТС. Ясно. Но в завершение нашей программы еще раз хочу сказать, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Если вам стальным голосом звонят и требуют провести поверку, вот знаете, скорее всего, это мошенники. Правильно? Да, это 99% случаев обзванивают именно организации с целью нажиться, не имея на то, как правило, никаких законных оснований на выполнение данных услуг. Вот. Поэтому вы можете обращаться по телефону 309-009, чтобы уточнить, кто это к вам приходил, какие компании пытаются вам поменять, там поверку провести. Вот. И подробно узнать о том, кто это, собственно говоря. Ну, а вы, я думаю, не будете лишним, если вы будете давать такую информацию и выступите, ну, не то чтобы арбитром, но людьми, которые предупреждают плачевные ситуации критические. Правильно? Да. Самое важное, это не вестись на уговоры. Не вестись, да, вот хорошо сказано. Это очень важно, потому что этим гражданам главное визуальный контакт установить и они начинают пытаться разными методами склонить в квартиру к вам через порог проникнуть. То есть печальных, в том числе случаев приличное количество. Хватает. Да, хватает, хватает. Вот не хотелось бы, чтобы граждане попадались на эту удочку и как-то отпор давали. Чем будут активнее давать отпор, тем быстрее они уйдут из нашего города, потому что, как правило, это все одни и те же организации, по разным городам действуют. Есть положительный опыт в некоторых городах России уходят оттуда эти организации, потому что жители понимают, что это такое, не отвечают на звонки. грамотные люди. Да, грамотные люди. Грамотные люди дают отпор и данным организациям становится абсолютно неинтересно вести свою такую сомнительную деятельность. Бизнес. Бизнес. Ну, а системе ОВД и прокуратуры более, так скажем, пожелание такое, более внимательно относиться к жалобам о мечей, потому что вот бездействие здесь нежелательно, здесь надо тоже пытаться наказывать, я считаю. не пытаться наказывать эти организации и отвечать на просьбы о мечей. К сожалению, время нашей программы ограничено, я хочу поблагодарить Дмитриенко Евгения Александровича, главного метролога акционерного общества регионального агентства метрологии, спасибо большое, что пришли к нам на программу. Ну, и мы будем с вами, я думаю, еще не раз встречаться, общаться на этот счет и узнавать, собственно говоря, что такое поверка и как ее проводить, и чтобы после этого не было мучительно больно. Я имею в виду, когда выпустили в дом мошенников. Вот. Ну, а на этом программа «Управдом» на сегодня закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова